Всем привет! Сегодня я получила свой заказ с Эйвен по второму каталогу. Честно говоря, вообще про него забыла. Начала вчера смотреть видео на ютубе, смотрю, девчонки уже Эйвен выкладывают. Пару роликов посмотрела и думаю, а где мой-то заказ? Оказывается, он у меня уже на почте лежит. Что-то и уведомления никакие, и промежуточные не приходили. Ну ладно, в общем, побежала сегодня с утра на почту. И давайте покажу. У меня заказ был небольшой. Заказывала я только себе. Клиентских заказов не было. Не могла, конечно же, пройти мимо новинки. По фокусу была представлена пена цветущая сакура за 139 рублей. Сейчас я ее открою и протестирую аромат. Притащила ножницы, думала вскрывать фольгу, но посмотрите. Она не зафольгирована. Я слышала уже в обзорах у тренсейтеров, что пены не зафольгированы. Но, честно говоря, не поверила в это. Ну, аромат такой мыльный. Нет, честно говоря, мне это вообще не нравится, потому что вспоминая... Ну вот раньше, да, там лет 10-15 назад пены тоже были не зафольгированы. Постоянно проливались в коробках, все заливали, весь товар. Но я не знаю. Я считаю, что не надо на этом экономить. Крышка другая, кстати, немножко. Ну, мне кажется, это нехорошо. Вы, Иван, и так мало что они запечатывают фольгой этой, но я не знаю. Мне это немножко расстраивает. Конечно, с одной стороны, хорошо, что можно там аромат протестировать и все такое. Ну, я не вижу ничего сложного в том, чтобы снять защиту и также послушать аромат. Ну, и их плюс хранение, да, если кто-то там запасы берет. Или, например, так же ты получил заказ, потом повезешь куда-то своим клиентам. Непонятно, где он там еще будет болтыхаться. Может, у тебя в коробке и не прольется, а прольется в пакете потом. Ну, мне это вообще не нравится, в общем. Так, так же я заказала вот такой вот гель для душа, мужской, с ароматом лимона и эвкалипта. Красивый, как мне нравятся эти синие гели. Что-то его тут вообще мало, смотрите. Что-то Иван борзеет. Приятный аромат, свеженький такой. Стал понемножку приучать мужа к гелям для душа, на работу ему даю. И вот как раз удобно, что и шампунь и гель, два в одном. Потому что там особо 10 бутыльков не наберешь, шкафчик не резиновый. Поэтому такие средства. Ну, и плюс он еще у меня тут увидел недавно. Мою коробку с гелями для душа сказал, буду тебе помогать раскулачивать тебя. Я говорю, ладно. Думаю, буду лучше я ему мужские покупать. Тем более новиночку очень хотелось попробовать. Чтоб свои не отдавать, в общем. Так, еще две новинки тоже из фокуса. Это вот такие вот спрейчики. Очень красивое оформление, мне понравилось. Такое, как акварелью нарисованы, особенно фрукты вот эти вот. Так, слива и нектарин первый. Обожаю я эти спреи. Очень приятно после душа освежиться. Ой, вкусненький такой аромат. Фруктовый, такой сладенький. Классно. Буду с удовольствием пользоваться. Это у нас цветочный лилия и горденья. Сейчас тоже понюхаем. Ой, вот это вот очень такой насыщенный, прям кошмар. Ну, конечно, тут я в колпачок концентрировано так брызнула, но кто не любит лилию, тому точно не понравится. Очень такой насыщенный цветочный аромат. Можно даже сказать удушливый. Вот этот мне больше понравился. Ну да ладно, буду пользоваться в любом случае. Так, также у нас появилась новая серия Инканта. С ароматом, с нотами ежевики, мускуса, красного яблока и ванили. Ну, предыдущие два аромата мне не очень понравились, поэтому, ну, этот, конечно, вот, по крайней мере, со страниц каталога мне больше всех понравился. Сиреневый я еще не пробовала, у меня сейчас вот на подходе спрей буду ставить в использование. Решила, ну, и так, в принципе, тоже и лосьонов много, и кремов для рук, и гелий для душа. В общем, решила взять то, чего у меня меньше всего. Это спрей для тела, ежевика и мускус, Charming называется. Тоже сейчас его потестируем. Очень мне нравится оформление. Так, и цена была у спрея 120 рублей. А так, по каталогу он рублей 175, наверное, будет стоить. Ну, приятный такой аромат. Даже, мне кажется, он лучше всех предыдущих, но мне, по крайней мере, больше нравится. Поэтому тоже буду пользоваться с удовольствием. Вот, у меня теперь есть небольшой запас спреев. Так, что у меня тут еще есть? Лоханулась я, девочки. Я вообще сейчас открыла коробку и подпрыгнула от неожиданности, увидев туалетную воду новую. Вот эту вот Hair Story, которую можно было заказать по фокусу за 400 рублей. А я еще думаю, что у меня так... Ну, заказ что-то дороговато вышел. Вроде бы я считала, меньше должно было быть. Ну, в общем, это парфюмерная вода, кстати говоря. Шипрово-цветочный аромат, розовый перец, ирис и пачули. В общем-то, я думала, что я заказываю пробник. Ну, сейчас посмотрела свои тетрадки с записями. Все-таки этот код я написала, поэтому заказала нечаянно туалетную воду. Ну, конечно, если бы она там стоила 800 рублей, я бы, наверное, ее вернула. Ну, за 400. Сейчас мне пришел еще пробник, слава богу. А то я-то и накладную посмотрела, ну, пока шел заказ. Думаю, ой, зачем я заказала пробник? Думаю, когда у меня... Ну, когда мне лифлет. Или даже, по-моему, я на стадии оформления заказа увидела. Еще хотела убрать. Думаю, уберу пробник. Потом думаю, да ладно, что там 15 рублей. Ну, пусть два придут. Подарю кому-нибудь. Ну, лучше бы убрала, конечно. Так. Ну, в общем, давайте тогда тестировать пробник. Я водичку открывать не буду, потому что... Ну, по нотам это довольно-таки тяжелый аромат. И, скорее всего, я его подарю своей подруге. У нее скоро день рождения будет. И, наверное, ей подарю. Она у меня такая всеядная. Если нет, то, может быть, продам. Посмотрим. Сейчас попробую. Ну, все говорят, что такой тяжелый аромат ириса. Может быть, и не понравится мне. Ну, кстати, ну, довольно-таки узнаваемый. Знаете, аромат... Можно понять, что это Эйвен. И похож он на что-то похож, не знаю. Ну, да. Скорее всего, я его не буду себе оставлять. Мне хватит и пробника. Потому что аромат для меня тяжеловат. Так, консилер я не стала заказывать, хоть у меня сейчас и заканчивается. У меня есть средство такое, три в одном тоже от Эйвен. Крем-пудра, которую можно также и как консилер использовать. И я, в общем, решила ей пользоваться и не тратить деньги. Хотя, вот, конечно, хорошая новиночка. Оттенков столько много. Ну, не стала я, в общем, пока заказывать. Потому что, как крем-пудра, я не могу им пользоваться. Он очень сильно подчеркивает все шелушения и так далее на коже. Поэтому я не буду им пользоваться как тональным средством. Я буду как консилером. Мне его, наверное, надолго хватит. Так, еще думаю, чтобы показать. Покажу вот такой вот крем для ног. Была очень хорошая цена. 79, по-моему, рублей. Восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп. У меня не потрескавшаяся кожа, но слышала много хороших отзывов. У меня имеются натоптыши и зимой, и летом. Поэтому говорят, что очень хорошо смягчает. Буду с удовольствием пробовать. Так, еще была такая хорошая акция в каталоге. В общем, при покупке любого какого-то средства из серии Планета Спа можно было купить любой гель вокруг глаз за 89 рублей. Я очень хотела вот такой попробовать. Я уже покупала, но подарила его. И самой тоже очень хотелось попробовать. И я решила взять вот такую вот ночную маску для лица. Уже никакой. Несколько раз порывалась ее купить. В общем, 145 рублей она стоила. Она гелевая. Ничего не запечатано, не зафольгировано. Аромат такой нежный. Лаванда с ромашкой. Ромашка чувствуется. Буду пользоваться. И вот такой вот маска-гель для кожи вокруг глаз с маслом оливы. Мне нравятся такие штучки. 15 миллилитров. Очень приятная такая упаковочка. И здесь, ладно, не буду открывать. Имеется вот такой вот носик. У меня крем для глаз уже к концу подходит. Поэтому взяла. Ну, неплохая такая акция. Так, из ухода... Так, из ухода... А, ну, был еще вот такой вот пробник. Увидела я в каталоге. Это знаете что? Так, сейчас я найду и вам покажу. Это у нас спрессованная сыворотка для лица, шеи, области декольте, лифтинг и укрепление. Вот. Мне нравится то, что они предлагают сразу пробники купить. Это очень удобно. Интересно, конечно, что это за штука. И с чем ее едят. Ну, на ощупь что-то непонятное вообще. Крем, не крем. Очень, конечно, интересно, что за продукт. Буду пользоваться. И потом в пустышках расскажу. Тут особо-то не написано. Мне интересно, как ее использовать. У кого есть или кто пользовался, напишите, как я там. До крема, после крема, вместо крема. Надо, конечно, посмотреть тоже. Где-нибудь в интернете. Так. Также я заказала вот такую водичку себе. Персив Саншайн. Я не фанатка, конечно, ароматов персив. Но именно вот этот мне очень хотелось попробовать. И, наконец-то, появилась миниатюрка. Отдельно в продаже. 10 миллилитров. Солнечный такой, желтенький. Слушайте, ну вот этот вот очень прям насыщенный такой. Мне кажется, он будет стойкий. Так, уже не знаю, куда брызнуть. Вся тут уже избрызгалась. Ой, сейчас пока спирт. Спирт, спирт. Не знаю, что у него там в нотах. Не смотрела. Ну, думаю, 10 миллилитров. Невелика беда. Ну, есть, конечно, какая-то и нотка персива такая свежая. И что-то такое фруктовое, мне кажется. Цветов не слышу. Фруктики. Надо будет тоже потом посмотреть. Какие у него ноты. Так, ну, еще я заказала из парфюмерии пробники мужских ароматов. Это для мужа моей подруги. Он как-то меня просил. Я что-то все время забываю. Вот, отвезу им. Потом, может быть, что-то выберет себе. Так, из декоративки. Я заказала две туши новиночки. Эйфория. Заказала в оттенке чернее черного. Хотела вообще взять одну синюю, одну черную. Но потом так подумала, по факту, ну, сколько я этими синими крашусь. Больше они у меня засыхают. Тем более, у меня там сейчас есть голубая. И я не стала брать по фокусу в прошлый раз. Взяла в этот раз. Потому что при покупке двух была скидка 40%. В общем, думала в запасе одной. Ну, в итоге предложила сестре. Она сказала, давай, неси. В общем, с ней мы. Одно ей, одно мне. Давайте откроем. Ух ты, какой красивый флакончик. Пузатенькая она такая. Ну, обычный такой флакон. Я что-то даже внимания не обратила. Я думала, почему-то другой будет. И щеточка. Такая вот у нее щеточка. Ой! Ну, все. Улетела все. В черте собачьи. Такая щетка пушистая. Мне нравятся такие щетки. Так, кот пошел смотреть, куда улетела. Буду с удовольствием пользоваться. Сегодня попробую уже ей накраситься на работу. Понятно, что он побежал смотреть. В тарелке она к нему улетела. Диверсия случилась. Извиняюсь. Что-то руки. Руки-крюки. Так, ну и последнее, что я заказала. Это было из распродажи. Пробую тут привить. Тени для век. Много было декоративки в распродаже. Так, и я взяла... Где они тут есть? Вот, по 249 рублей. Палетка теней для век. Насыщенный цвет. Я взяла в оттенки смоки. Я очень люблю серыми оттенками пользоваться. Фактически... Чаще всего, так скажем. Вот. 249 рублей. Ну и 15% скидка. Сейчас покажу. Такая вот коробочка. Давайте смотреть смочи-свотчи. Такой вот аппликатор. Вот эти матовые. Эти какие-то... Ага, матовые. А эти как сатиновые. Вот эти с блестками. Очень красивые. Прямо красота. Вот. Ну, средняя такая пигментация. Мне сказала, что прям супер-пупер. Ну, мне и не надо, чтобы прям сильно яркие были. Ну, оттенки для меня все носибельные. Даже вот этот вот темный. Посмотрите, тут много блесток. Он не слишком черным смотрится. Вот этот 100% каждодневный. Для моего макияжа такой оттенок. Ну, красивая. Я довольна. Качество мне, в принципе, нравится. Теней Уэйвен. Поэтому буду с удовольствием пользоваться. Такая вот палеточка. Симпатичная. Что-то, видимо, не на смену придумали. Потому что сейчас много декоративки пошло в распродажу. Смотрите. Целая страница. Вот эти вот все палетки. Изрыв цвета. И старые. Вот эти вот четырехцветные. Ну, цена, конечно. Хотя они в каталоге-то в районе 400 рублей. Так что, наверное, нормальная цена. Тональники. Тут основа под макияж тоже. Блески вот эти. Вот как купила я два года назад. Три раза воспользовалась. Он назывался такой вот у меня жемчужно-розовый. Так и лежит. Надо его просто в обиход взять. Так. Вот такой вот у меня был заказ небольшой. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok